В эфире телеканала ННТ новости Дагестана. В студии Факира Рамазанова. Здравствуйте и в начале короткий анонс. Защитники Отечества в Махачкале открыли региональное отделение Государственного фонда поддержки участников специальной военной операции. Дроны на дорогах. ГИБДД будет использовать беспилотные летательные аппараты для контроля нарушений правил дорожного движения. Непривлекательные картины туристически привлекательного региона. О плавающем мусоре Черкейского водохранилища расскажут наши корреспонденты. Чемпионы вернулись домой. Как в аэропорту Махачкалы встретили обладателей Кубка мира по футболу среди любителей, смотрите в спортивном блоге новостей. За каждой семьей участника СВО теперь официально будет закреплен социальный работник. В Махачкале открыли региональное отделение Государственного фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества». Оно расположено в здании Минтруда Республики. На церемонию прибыл глава Дагестана Сергей Меликов. По его словам, фонд займется оказанием помощи ветеранам СВО, участникам боевых действий в ДНР и ЛНР и семьям этих категорий военнослужащих. Напомним, подобные учреждения открываются в регионах по поручению президента России Владимира Путина. «Самое главное, чтобы те люди, которые сегодня нас с вами защищают, именно нас с вами, не пафосные слова, не родину, не страну, нас с вами они защищают. От агрессии, от зла, от того, что нам пытаются навязать, какие-то псевдоценности, которыми мы никогда не придем, с которыми мы никогда не смиримся. Вот эти люди, которые нас сегодня защищают, неважно с какого района или какой национальности он, неважно с какого года он на войне, они должны знать, что у него в тылу есть возможность его семье, его родным, близким всегда обратиться за помощью. И самое главное, что эта помощь в обязательном порядке будет оказана. Вот для чего создан этот фонд и ради чего мы с вами сегодня собрались, открывая, начиная его работу. Любой военнослужащий, ветеран или член его семьи может обратиться к нам, получить при этом, в зависимости от его необходимости, или медицинскую помощь, содействие, вернее, в получении медицинской помощи, юридической помощи, содействие в получении тех или иных льгот или преференций, предусмотренных мерами социальной поддержки по линии Министерства труда, маршрутизация его в структуры Министерства здравоохранения, поддержка при поступлении детей в высшие учебные заведения, в средние учебные заведения, ну и весь другой пакет мер, которые у нас заложены в региональном законодательстве. В Дагестане у сотрудников ГИБДД появился новый способ слежки за водителями на дорогах. Речь о беспилотниках, с помощью которых дорожные полицейские начали в режиме онлайн следить за движением транспорта. Метод уже внедрен в регионе. Жители и гости республики могут увидеть на дорогах новые предупреждающие таблички. Они информируют водителя о том, что участок дороги контролируется дроном. После каждого дождя отдельные участки черкейского водохранилища представляют неприятное зрелище. Все дело в том, что на поверхности водоема скапливается большое количество мусора. Если местные к этому уже привыкли, проблеме не первый год, то глаз туриста эта картина совсем не радует. Ситуацией обеспокоились и активисты Общероссийского народного фронта, с которыми в Буйнакском районе побывала и наша съемочная группа. Слово Кариму Гамаеву. Они просто в реке все это выкидывают, а когда дождь пойдет или снег, реки поднимаются, и вот она с берегов собирает этот мусор и выкидывает в кольцу, а она уже сюда наложена. Плавающий мусор из мелких ручейков попадает в большие реки, которые впадают в черкейское водохранилище, так полюбившееся туристам. В результате засоряется один из самых чистых водоемов республики. В прошлом году брали анализ, допустимая норма 185, по-моему, загрязнений, у него было 174. Даже чище той воды, которая, некоторые воды, которая продаются в магазинах. И думаю, в прошлом году такое сравнение провели. Дагестан уверенно взял курс на звание туристическо-привлекательного региона. Но вряд ли в этом деле помогут бутылки, пакеты, гнилые куски древесины, пластик и многое другое. За такие привлекательные пейзажи туристы платить вряд ли станут. Единственный, кто сегодня реально обеспокоен ситуацией, это местные жители, которые в меру своих сил и возможностей стараются хоть как-то поддерживать чистоту. Наши власти не принимают никакие меры. Мы сами катеристы собираем мусор мешками, где иногда бывает неделю один раз выезжаем и собираем где-то 50-60 мешков. И этот мусор мы не знаем куда девать, и мы сами вывозим и сжигаем этот мусор. Несмотря на то, что эта проблема уже второй год поднимается как в СМИ, так и в различных социальных сетях, никаких действенных решений со стороны республиканских властей пока нет, жалуются люди. Неужели даже в прошлом году приезжали, освещали, ты сам говоришь, после этого никаких абсолютно сдвигов нет, да? Никаких нету. Вот в прошлом году тоже снимали нас, тоже вот это все мусор, тоже видели все, но никакие нет. Представители Дагестанского отделения Общероссийского народного фронта предлагают способ решения проблемы. Требуется лишь начать совместную работу всем заинтересованным структурам. Одним решением вопроса собрать здесь технику и собирать ее, это не решение вопроса, может быть всегда. Поэтому мы опять выходим с этим предложением, чтобы на этом не остановились, чтобы правительство все-таки приняли решение и взяли под контроль на уровне глав муниципалитетов и райотделов вместе с участковыми. Большое количество туристов со всей страны приезжает сюда, чтобы посмотреть на красоты нашей республики. Но можно ли назвать эти дрейфующие острова мусора посреди черкейского водохранилища достопримечательностью? Вопрос достаточно риторический. Так почему же много лет местные власти ничего не предпринимают, чтобы решить эту проблему? Карим Гаммаев, Саид Шагидов, новости ННТ, Черкей. Гости из арабских государств посетили муфтия Дагестана шейха Ахмада Афанди. Духовные лидеры Ближнего Востока прибыли в республику для участия в 10-м международном межрелигиозном молодежном форуме. Представители исламской науки говорили о положении дел в богословских учебных заведениях у себя на родине, советовались с муфтем по вопросам развития исламской научной мысли, обсуждали задачи, актуальные для университетов. Гости тепло поблагодарили шейха за приглашение и высказали радость по поводу посещения региона, о котором в свое время многое слышали от своих предков. Они выразили восхищение блестящими познаниями дагестанских богословов, развитием ислама в республике и высоким уровнем образования в местном исламском университете. Тем временем 10-й международный межрелигиозный молодежный форум завершил свою работу. Закрытие прошло на базе медицинского колледжа имени Башларова. За четыре дня работы на различных площадках форума прошли десятки мастер-классов, дискуссий, интеллектуальных игр и спортивных состязаний. В них принимали участие не только представители регионов России, но и зарубежных стран. В этом году в мероприятии впервые приняли участие делегаты из Луганской народной республики. Завершилась церемония награждением победителей и призеров различных акций, прошедших в рамках форума. Поэтесса с особым узнаваемым поэтическим почерком. Так говорили о первой дагестанке с отличием, окончившей литературный институт имени Горького. Мемориальная доска установлена на стене дома по улице Каркмасова, в котором жила Машидат Горебекова. Поэтесса, драматург и прозаик. На открытии собрались чиновники, общественники и представители творческой интеллигенции. Дагестанская поэтесса из селения Карата ярко выразила в творчестве дух своего времени, вошла в число женщин-поэтов, которые внесли весомый вклад в развитие дагестанской и российской литературы. В районе был объявлен год Машидат Горьбековой, шли различные тесты, различные сочинения и так далее по ее книгам. В основном последние книги ее посвящены кавказской ванере, религиозным нашим деятелям. В принципе, и финальное мероприятие мы провели в Аварском театре, так как она работала в течение шести лет директором Аварского театра. Они тоже нам многим помогли. Министерство культуры помогло нам в проведении этого мероприятия. Сборник ее стихов «Слово Горянки» в свое время вышел в издательстве «Советский писатель». Ее произведения «Имам Шамиль», «Сын Дагестана» и другие работы в разные годы публиковались на многих языках народов СССР. И в заключение о спорте. Чемпионы вернулись домой. В аэропорту Махачкалы встретили обладателей Кубка мира по футболу среди любителей. Дагестанские футболисты Рустам Рамазанов, Гамит Шахбанов и Муслим Бамат Гиреев помогли сборной России завоевать золотые медали на турнире в Турции. В финале национальная команда одолела сборную Ливии в серии пенальти. Воспитанник столичной школы Олимп Гамит Шахбанов выводил российскую дружину на матче с капитанской повязкой. А форварда Рустама Рамазанова признали лучшим игроком всего турнира. Отдали кучу эмоций на турнире и физической нагрузки, и эмоционально. Вот, хотели бы еще, наверное, поблагодарить всех тех, кто нас поддерживал, поблагодарить нашу школу, которая нас выпустила в Дюш-Олимп, своего первого тренера Амазана Гаджибалаева, и всю семью своих, всех родных и близких, и всех причастных к этому. Радость победы с футболистами разделили их самые близкие и преданные болельщики, родные, друзья, а также представители управления спорта, туризма и работы с молодежью Махачкалы. Я отраду, что двое из них являются воспитанниками городской муниципальной спортивной школы «Алина». Вы, ребята, конечно, молодцы. Вы подали дополнительную мотивацию для нашей молодежи. Желаем вам дальнейших успехов. Поздравляем вас, вашу семью, ваших родителей и, конечно же, ваших тренировок. На этом я с вами прощаюсь. Смотрите нас также в соцсетях. И до скорых встреч. Редактор субтитров А.Семкин